Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 января. Сегодня у нас будет не только ответы на вопросы. Выпуск будет вот эта солянка. Для тех, кто интересуется, что будет в этом выпуске, я сейчас расскажу, потому что кому-то, может быть, эта информация не нужна будет. Сегодня, короче, и смех, и слезы будут. Сначала ответы на вопросы, потом расскажу, какие видео я сегодня сняла, и какие планирую снимать на завтра, чтобы люди знали, что ожидать. Потом расскажу про кошку, которая мне набедокурила первые неприятности в посевной 2020. И потом расскажу про заказы, про заказы все, про ситуацию с летними, что некоторых до сих пор найти не могу, про ситуацию с зимними заказами, до какого номера мы дошли, почти все. Сегодня будут высланы. Дата отправки была вчера, 29-я. Но так как у нас был буран, чрезвычайная ситуация, вообще было все занесено, мы даже не смогли доехать до почты, просто не было дороги. И вот заказы будут высланы зимние сегодня. Очень много и почти все. Там останется 50, что ли, человек на завтра, на послезавтра. Как я и обещала, до 1 февраля будут разосланы. Расскажу также про заказы дополнительный набор. Вот кто-то хочет, ждут, когда я подкорректирую каталог, и что толстоногие сорта. Кто-то хочет купить именно неприхотливые. Но там не только толстоногие. Вот этот дополнительный набор с 1 февраля будет понемногу вестись. Я буду заниматься посевами своими, видео. А Катя, которую я немножко с горем пополам научила за зиму, она будет потихоньку принимать вот эти дополнительные заказы, так как они будут проще. Будем с колес сразу. Вот пришло письмо от какого-то заказчика. Сразу его распечатывает она, сразу его набирает, так как ассортимент уже не такой, не 300, а поменьше. Так что ей уже проще. Будет еще дополнительный навык вот этот нарабатываться и будет отправлять. Уже не такими большими партиями, но там по 10, по 20 писем будем отправлять. Так что кто хочет получить еще семена в феврале и в марте, эти некоторые томаты люди сеют только в конце марта. Будем еще набирать дополнительный набор. Ну тоже очень мало, ограничено. Так, сейчас начну. А, и самое главное. И в конце расскажу о неприятной ситуации. Сегодня я, по-моему, первый раз за последнее-последнее время подумала, что все-таки есть люди неблагодарные, какие-то вот такие не очень добрые, нехорошие, неприятный осадок остался. Хочу с вами поделиться вот этим. И предостеречь других людей. Это вот с заказом семян связано, что не нужно создавать такую ситуацию на пустом месте. Это ужас. Я сегодня прям пришла в ужас от этих писем одной женщины. Никогда не ожидала такого. И вообще даже не думала, что такое может случиться, получиться. Такой человек бывает. Но вот есть и такие люди. Ой, ладно. Начнем все по порядку. Так, сейчас подождите. Я сделаю, чтобы видно было. И так как началась пассивная, очень-очень много вопросов. Но вопросов... Комментарии. Вопросов больше всего... Вот вчера я выложила про теплицу, что у меня теплица же одна разрушилась. И выложила видео про теплицу. Но все комментарии про теплицу пришло их очень много. Советов. Каждый делится, у кого какая теплица. Сегодня я на этом сильно заострять внимание не буду. Я потом сниму отдельный видеоролик, где проанализирую все-все данные вот о различных теплицах. И расскажу всем, какая теплица... Ну, по каким теплицам хорошие отзывы, какие теплицы подходят, какие не подходят. Вот еще раз говорю. Вот про теплицы я буду пока пропускать. Тут вот пишут и про от Уральской усадьбы, там и фирма Воля, еще другие. А кто-то пишет, не имеет значения, какая теплица. Главное, чтобы расстояние было маленькое и чтобы толстый поликарбонат. Так, все теплицы мы пропускаем. Так, и пропускаем те, которые, ну просто, комментарии, которые люди радуются, что пришел посев, посевная. Буду выбирать вопросы, которые сейчас интересуют людей именно по посевам. Так, так. Ну, это видите, все про теплицы. Вот смотрите, Фатимаша с такого написала, где первый уход за рассадой, что Батяня же высокие томаты и слабый стебель, по крайней мере, магазинный. Но она, вероятно, не учла того, что в предыдущем видеоролике я написала, что я именно Батяню сюда посадила только для того, чтобы вы сравнили, чтобы вы имели возможность увидеть, какая разница между толстоногими и вот этими, которые вытягиваются. Да, у него слабый стебель, он высокий, но именно с этой целью он и посажен. Вот Ольга Кайзер пишет, конский навоз можно для томатов в теплицу добавить? Добавляют любой навоз, и конский навоз, и другой перегной, и птичий помет, но с томатами, вот в случае с этими удобрениями, вот азотосодержащими, нужно быть осторожными. Не забывайте, что томаты склонны к жированию, что их перекармливать нельзя, все должно быть умеренно, и это зависит от плодородия вашего грунта. Если у вас грунт хороший, может быть вам навоз вообще не нужен, не нужно добавлять в теплицу, если грунт бедноватый, песчаный, как у нас, я добавляю каждый год. Один раз был и конский навоз, вот сейчас коровий, вот этот навоз перегневший, перегной добавляю, все это не повредит, но не забывайте соблюдать меру. Вот Наталья Спиридонова пишет, подскажите, как бороться с конденсатом в теплице? Ну боремся очень просто, его никак, иначе как проветриванием, не избавишься. В самые ранние сроки начинаем открывать форточки, чтобы немножко вот так проветривалось. Открываем полностью двери, но другого способа пока что никто не изобрел, проветривать. Так, это все про теплицу. Видите, какая актуальная тема у нас, выбор теплицы. Вот сейчас увидите, я буду листать комментарии, все, которые пришли в последнее время, все почти про теплицу. У кого-то ломаются теплицы, кто-то купил, не подходит. Кто-то только с третьего раза выбрал ту модель, которая ему подошла, а кто-то делает своими руками. Вот вчера Евгений писал, что он сам делает, и еще дает им название. Интересно, не знаю, если успею, дойду до него, прочитаем. Так, а вот интересный комментарий, что хочу поделиться лайфхаком, может кто-то не догадывается, кому-то пригодится, использую для перевалки больших, высоких томатов, тару, пакеты из подстиральных порошков. Я подумала, вот да, пакеты из подстирального порошка, он подойдет идеально. Написано, экономит место и деньги. Но где взять столько пакетов из подстиральных порошков, даже, например, 10 или 20 томатов, 20 больших пакетов стирального порошка мы, например, не изстирываем. Ну, вот тут опять капелька и кремлевская пользуются в Тульском регионе с просом, скатывается снег. Я уже сказала, и еще раз повторю, теплицы пока буду пропускать, отдельное видео будет, потому что насчет теплиц очень много комментариев. Алекс пишет, эй, хватит травить все эти и мучиться в самый раз. Бог в помощь. Ну, это вот для тех, кто пишет, что рано, рано, вот пишет, что в самый раз начать мучиться и мучить рассаду. Вот Наташа Соколова пишет, что-то не все взошли. Я специально в видео у вас упомянула, что это не все взошли, это вот этот срок для, срок, который нужен для проклевывания и для всходов у всех томатов разный. Это зависит от пересушивания семян, от свежести семян вообще, от силы, от размера. Крупные выходят быстрее. это, короче, они уже, пока вы написали комментарии, они уже взошли. Так, это опять теплица. теплица двухскатная по своему проекту. Ну, вот про те же огурцы и томаты пишут, что в теплице растут огурцы, перец, помидоры, ничем не разделяю, урожай всегда хороший. Ну, и слава Богу, я уже говорила, что специалисты не рекомендуют, но жизнь заставляет нас иногда высаживать в одной теплице культуры с разными условиями выращивания. Ну, и у многих растут. Ничего, у некоторых вообще никаких теплиц нет. Кто заимеет одну теплицу, я понимаю, стараются запихать туда все, у нас тоже так было. Так. А, вот про суперранний. Смотрите, вот интересный комментарий, прочитаю прям полностью. Галина Жукова пишет, вот я даже так никогда 25 декабря никогда не села так рано. Вот смотрите, напишу, так, все правильно, умничка. Очень давно, лет 25 назад я ездила в деревню, пишет Галина. И там соседи в теплице в начале июня собирали урожай очень неплохой. Томатов, помню, сорта плохо, только один запомнила. Это хурма. Кстати, хурму ни разу в теплицу не высаживала. И прочитав вот этот комментарий, мне так захотелось попробовать, как хурма в теплице растет. Нужно попробовать. Так вот, на мой вопрос, как такое возможно, соседка сказала, запомни дату посева, 25 декабря. Я в силу своего возраста мысленно покрутила у виска. Вот что сейчас делают люди, когда мы сеем в январе, да. Так, Галина продолжает. Но сажать так стало спустя много лет. В июне уже собираю первый урожай и соседочек моих уже нет. А я до сих пор помню этот совет. Да, не написала. Это Подмосковье. Сажай. Сажайте, не бойтесь. Да, хлопотно, но это того стоит. Кстати, Галина Жукова, ну, если можно так сказать, открыла для меня Америку, что можно и в декабре даже высаживать. Я никогда об этом не думала, но может быть когда-то я созрею до посева в декабре. Пока что я сею в конце января. И то меня многие, ну как, даже многие пишут такие комментарии, что я эти видео снимаю только чтобы как, ну, чисто видео для видео, чтобы выложить в интернет и заработать деньги. Но это не так. Мне нравится действительно рано сеять, нравится получать рано урожай. Но оказывается, люди, которые к интернету и к ютубу никакого отношения не имеют, даже в декабре. Когда-то сеяли. И это не сейчас, вероятно, а давно. Надо попробовать на следующий год. Вот Светлана Колесникова пишет, хочу также заработать на рассаде, какая цена за 1,7. Светлана, цены в регионах разные. Это зависит от того, будете ли вы через Авито дома продавать или будете продавать на базаре. Это вы должны узнавать у себя местно, потому что цены меняются. В одном регионе дорого, в другом дешево, в городах дороже, в деревне дешевле. Тут я вам ничего не могу сказать. Вы даже не указали, где вы живете. Так, про теплицу не будем. Вот Елена Банькова. Кстати, я забыла про огородников на балконе. Написала, я сею для лоджи, посеяла 10 сортов по 3 семечки. Себе и вдруг подружки тоже захотят выращивать на окне или на балконе. Они вчера были первые всходы. Сажать буду в 16-литровые по 3 растения, в 10-литровые вёдра по 2. Я тоже в 10-литровые вёдра высаживаю по 2 томата. Прекрасно вызревают и им хватает сил без подкормок. Если грунт плодородный в 10 килограммах дают хороший урожай, я вот высаживала штамбовый, засолочный, таймыр, полюс. монгольских карликов садила, как я уже говорила, банановые ноги в прошлом году садила. Попали они у меня в том году под полнейший эксперимент. И в вёдра я их садила, и способом посадила, забыл, садила, они валялись и в теплице высаживала. Ну, короче, про огородников-то на балконе я забыла. Надо на следующей неделе начать курс небольшой такой этих видеороликов. Действительно, как вырастить томаты на балконе. Им можно уже сейчас сеять, потому что им не высаживать, они к срокам не привязаны, им можно сеять раньше, они получат раньше, всё равно они будут в застеклённой лоджии держать где-то в закрытом помещении. Так что у них угроз заморозков-то не очень много. Да, надо этого, кстати, напомнила. Спасибо мне Елена Ванькова. Так. Ну вот, пишет Юлия, полностью согласна, что с пикировкой сильно отбраковываем, слабо убираем, но вынуждена играться с покупными семенами, уж очень всё недёшево, на пачке, в пачке 10-15 семечек, вот и спасаешь всех доходяк. А вот когда соберу с них свои семена, тогда и провожу отбор. Кто-то просит, дайте чуть снежку, забирайте, прям половину отдаю. Так, это всё про теплицу. Вот, вот ещё один комментарий, когда я пишу, не пишите плохо о томатах, а то они обидятся, не будут расти. Маза факт, не знаю, кто это, женщина или мужчина. Факт, это вообще что такое. Сажала этот томат, не понравился, про сибирский томат, этот толстый боцман. И вкус никакой, и весь потрескался, и мелкие, невкусные, водянистые. Короче, все плохие, какие свойства есть, всё прилепили бедному, этому толстому боцману. Но на самом деле это хороший сорт, он и красивый, и довольно-таки вкусный для своего класса. Он же не такой не биф томат, а он именно неприхотливый, сибирский. Так что его вот обозвали всяко, я так не люблю. Некоторые люди пишут, что это хороший томат. Это я опять же про то, что может регион не подошёл, или может ручки не оттуда. Так, ну вот Оксана пишет, что многие пишут сеять рано, кому рано, так не сейте. А в продаже много недорогих семян вдруг не получится, так не жалко. А будет обидно, вдруг весна пришла, а садить нечего. Я всегда этого боюсь. Вы знаете, мне даже снятся сны иногда, что как будто, вот про редейскую часто, вот как будто весна пришла, всё растаяло, уже тепло, вышла в огород, а у меня ничего не насажено. И такой ужас охватывает. Как это? Все уже посадили, а я опоздала. Я всегда боюсь опоздать. Мне кажется, лучше рано посеять, и потом, если что-то, не удастся, какая-то неудача, лучше потом пересеять, чем вот так вот опоздать и сидеть, ходить с пустым ведром, когда остальные будут лопать помидорки, редиску есть. Так, дальше. Это всё теплицы, это всё теплицы. Так, тоже посеяла для суперраннего урожая, вот Вера Насонова пишет. Будем растить. Сеяла так первый раз, уж больно вы убедительно рассказываете. Спасибо огромное. Там одна зрительница написала, вы меня заколдовали, никогда не сеяла рано, тоже посеяла. Всех вас заколдую, все посеете, кто хочет и кто не хочет. Вот не хочешь сеять, а руки так и тянутся, и сами, сами семена будут у вас сеяться. И раз, и всё вырастет. Я уже посеяла. В прошлом году получилось, пишет Зинаида, без света, на подоконнике. В июне собирала урожай и без теплицы. Ольга, спасибо большое, живу в Ульяновске. Мне вот это вообще удивительно, если рано посеять, если на подоконнике, нет света и нет теплицы, в июне уже урожай, то нужно постараться. Наверное, очень хотелось помзину вырастить ранний урожай. Так, это всё про теплицу. ещё опять марганцовка не работает. Я не знаю, у всех всю жизнь работала, сейчас почему-то марганцовка не стала работать. Ольга Малюкова пишет, спасибо за прошлогоднее видео про перцы. По вашему совету покупала семена. Очень понравился перец Винни-Пух. Очень довольно урожаем. Кстати, вот Винни-Пух идеально подойдёт тем, у кого огород на балконе. Винни-Пух прекрасно вырастает в ведре, даёт много стручков, они полноценные, они тоже с толстенькими стеночками, и они не мелкие, очень вкусные. Так что советую вот тем огородникам без огорода, у которых нет даже маленького кусочка земли, перец Винни-Пух можно вырастить на балкончике. Так. Ну вот пишут тоже, что несколько лет высаживаю в теплицу 15 апреля. Так. Это теплица. Видите, как много про теплиц. Надо потом всё прочитать. Мне надо всё прочитать. Там делятся люди неудачами своими и положительными. Лилия Вальтер пишет, кто не готов попотеть, там урана. Остальные томатные маньяки уже сеют. Это точно. Я на суперранний урожай посела 22 января. До середины апреля будут дома под лампами, потом в теплицу в отдельные ящики и мешки, а в мае вытащу на улицу с цветами и завязями. Всё будет отлично, но попыхтеть придётся. Это точно. Так, вот. Тоже про теплицу. Это всё. Смотрите, сколько про теплицу. Тема. Да, всех тема это волнует. Привет из Сургута. Татьяна Березовская пишет, что у нас минус 34. У нас минус 10. Тоже посеяла 4 кустика для раннего урожая. Стоят под подсветкой, а затем вёдра 10-литровые пересажу. Ещё гном посеяла ваши семена. Подрастут тоже в 5-литровые пересажу. Вёдра с землёй с осени приготовила. Сейчас на балконе морозится. Вот такие дела у меня. Ну, дела у нас у всех одинаковые. Все размораживают, сеют. Оля, глядя на вас, тоже не выдержала. Светлана Абрамова пишет, планировала посевы, планировала в начале февраля, но руки так чесались, когда вы сказали, что 27-29 удачные дни посева я не сдержалась и посеяла помидоры для теплицы и перцы. Это хорошо. Вот вы как влияете на нас своим оптимизмом и трудолюбием. Так. Сейчас вот пишет Манер Зарипов. Первая ошибка в вашем случае это слишком загущенная посадка и только потом всё остальное. А я не говорила, что у меня это ошибка. Я называла, какие ошибки мы допускаем. Вообще, в принципе, у меня вот эта посадка, это не загущенная. Я сейчас их распикирую. Но это было в прошлом году. Рассада выросла прекрасная, здоровая. Я не считаю загущенную посадку ошибкой. Толстоногие сорта написано даже в инструкции, что они предназначены, они выдерживают загущенное выращивание. Это не моя ошибка. Это моё такое, как сказать, я не знаю, счастье, несчастье. Это моё счастье, это моя находка, что я нашла те сорта толстоногие, которые можно выращивать в загущенном состоянии, и это не является ошибкой, и это не является каким-то ущербом. никакого ущерба для здоровья рассаде не наносится. Вот Оксана Спиридонова пишет. Здравствуйте. Я замочила семена перца, которые получила от вас в подарок. Сегодня только четвёртый день, 9 из 10 семян проклюнулись. Ну, значит, со временем они не потеряли свою схожесть. Так, я сейчас, чтобы не, как сказать, не затянуть время про ответы на вопросы, как вы видите, все комментарии, все про одно и то же, про посевы, что начинаем кому поздно, кому рано, даже уже люди не спрашивают даты посев, потому что все уже почти определились и с датами, и со всем. Сегодня я сняла видео о том, почему нельзя сеять разные сорта в одном лотке, хотя у меня посеяны, вы видели сами. Всё это объясню прям подробно, подробно, подробно. Потом второе видео сняла уже, тоже будет загружено сегодня, когда же начинать поливать первый раз рассаду нашу, потому что это, сейчас я сразу перейду на почту, пока отвечаю, когда поливать рассаду, потому что многие грешат вот этим переливом, я показала, как я подкапываю, делаю подкоп там ямочку, как смотрю влажность грунта, что не надо переливать, тоже сегодня это увидите. И увидите одно подробнейшее видео о том, как я вчера закончила посев, посеяла окончательно всё в первую теплицу, посеяла ещё для получения суперраннего урожая один лоток, и почему именно их в конце, а не в начале, и посеяла высокорослые индотерминатные томаты тоже в эту же теплицу. Я там всё объясняю, почему я в один день посеяла такие разные томаты, одни с длительным сроком, которые поздние, которые крупные, высокие, а другие маленькие, малыши скороспелки. Как-то сама говорю, что все надо по очереди, а их всех свалило в один день, но это тоже всё продумано, всё целесообразно, и вы, если прослушаете это видео, вы меня поймёте. К тому времени, пока вот это видео выйдет, оно загружаться будет всю ночь, потому что у нас интернет очень слабо, медленно работает, и когда записываю 25-30 минут, загружается 8 часов, поверите, нет, я ложусь спать, ставлю на загрузку, просыпаюсь в 8 утра, и тогда только видеоролик загружается у меня в YouTube. Сейчас хочу о заказах, о видео рассказала, вопросы там какие были, ответила, о заказах. Заказы летние, все, которые пришли в августе, и все, которые мне доступны, которые я смогла, ну, которые дошли, письма, у которых было всё нормально, я всё отправила. Осталось это те самые, про которые я говорю, что у кого-то нет индекса, у кого-то нет адреса, у нас началась другая беда, у нас начался возврат писем, уже 5 писем пришло назад, и вот с этой вот ситуацией это тоже созвучно, почему-то люди не получают письма, вот пришло вчера, так, сейчас я покажу, вот видите, письмецо вернулось, некоторым я уже отправила вновь, и я сейчас хочу заострить вот ваше внимание на этом вопросе, если вам я пишу, что я высылаю вам ориентировочно вот такого-то, такого-то, если через 2 недели вам нет извещения о том, что заказ выслан, значит, или на почте вам не написали извещение, или извещение принесли, но ребятишки может баловались с почтового ящика, как у некоторых говорят, вытягивают, подростки балуются, там, воруют, ну не воруют, ну просто балуются, выбрасывают эти бумажки, ну короче, значит, что-то не так, но вы напишите еще раз, и попросите меня, чтобы я вам код выслала, или чтобы я показала, где ваше письмо, некоторые не умеют отслеживать, ситуация доходит до того, что, ну чуть ли не до оскорбления, я вот сегодня прям обиделась, хотя это чувство для меня не, ну как, редко бывает, что я обычно все навеселе, все навеселе, но сегодня прочитала, мне стало обидно, какие люди неблагодарные, вот смотрите, я сейчас с вами поделюсь, я со своей стороны выполнила все обязательства, которые я брала вот перед этой женщиной, вот написала Фатима Меджидова, она же с такой, как бы, с ненавистью, не разобравшись, ничего, сегодня я открываю, написано, верните мои деньги, мне уже не нужен этот заказ, я больше не собираюсь его ждать, чек перевода вышли в письме сумму, которую я вам переводила, но так как я знаю точно, что я ей отправляла, вот она ее, а, вот, 767, сейчас покажу, вот она ее заказ, 767, отправлен 31 декабря, я начала разбираться, и мне прям действительно, я говорю, мне так обидно, началось с того, что, сейчас я вам покажу, а, ну вот, можно даже открыть цитирование, я, вот, 25 августа, в последних числах августа, она мне сделала заказ, все, номер, конечно, большой был, какой-то там, да, 767, дождалась своей очереди, все, и в конце декабря, я ей, как и следует этого, написала, что у вас заказ готов, будет выслан, войдет в очередную партию, 31 декабря, и тут же я написала, что я выкладываю, копии, квитанции, я это всем пишу, можете посмотреть в Одноклассниках, но если этот способ вам не подходит, то отправьте ответ, что заказ такой-то, нужен код, срок хранения заказного письма, один месяц, все, я уведомила человека, и я спокойно думаю, что она уже получила, но она не, вообще не только не получила, но и еще и на меня, так, вот 26 пишет, жду ответа по поводу семян, вы до сих пор мне их не отправили, хотя я человеку уже написала, что я отправила, 31 декабря, ну и вот сегодня, верните мои деньги, мне этот заказ не нужен, хотя я посмотрела распечатку, все у нее нормально было, вот я и написала, 31 отправляю, вот видите, от кого Чернова, 31 декабря, из города, ой-ой-ой, вот она, 31 декабря, из города Бийска, было отправлено, поехала, Барнаул, Домодедово, Москва, Махачкала, в Дагестан ей надо, 11 января, 10 января, письмо уже было там, при чем здесь я, я выполнила все, со своей стороны, с ответственностью с полной, уведомила ее, все это отправлено, отправление ожидает, в отделении такой-то, Олегаджи, Акушинской, ну там, короче, не важно, письмо из Бийска, вы знаете, я никогда сильно так, как, ну, не то, что, меня это не возмущало, но сегодня, я уже не знаю, ну как так, она не, если бы человек написал, что, например, Оль, мне почему-то до сих пор не пришло письмо, вы точно отправили или нет, если бы она так спросила, я все понимаю, бывает, там мы забываем, где-то перепутаемся, не ошибается тот, кто не работает, но она ведь сразу написала, вы мне не отправили, верните мои деньги, но я ей ответила, смотрите, верните мои деньги, говорите, но это уже верх наглости, но я действительно так думаю, я заказ вам собрала, выслала ее еще в прошлом году, уведомила вас об отправке, письмо уже давно пришло в мою хачкалу, полмесяца назад, и ждет вас, а вместо того, чтобы сходить на почту, получить его, вы мне пишите, верните мне деньги, я так и пишу, Фатима, вы неблагодарный человек, ну правда, вот распечатка с сайта, письмо будет до 10 февраля, но мне уже не хочется, чтобы мои семена попали в ваши руки, тогда не ходите на почту, лучше я верну вам деньги, и никогда больше не заказывайте семена, потому что это действительно доходит до того, ну представьте, она написала, верните мои деньги, потом еще раз пишет, ну это до того, как я ей написала ответ, потом еще раз чек высылает, и вот как долбит, долбит, что семена не выслали, отдайте деньги, семена не выслали, отдайте деньги, Это какая-то неблагодарность, граничащая с глупостью, я хочу сказать всем другим людям, если вы, не знаю даже как отсортировать тех людей, которые пусть лучше не заказывают, если вы вот так негативно настроены ко всем людям, если до вас не дошло письмо и вы сразу думаете, что я не выслала, что у меня вообще создалось впечатление, что она меня воспринимает за мошеннику, за мошенницу, если она пишет, что я ей написала, что я выслала, а она пишет, вы до сих пор мне не отправили, пишет 26 января, когда я ей 31 декабря написала, что я выслала письмо, если вы считаете, боитесь, что вам не вышлют, что вас обманут, или вы не умеете, или что-то у вас не то, немножко не срабатывает, когда вам пишут, что заказ отправлен, и вы целый месяц не можете как-то узнать на почте, или узнать у меня, что я отправила, выслан, не выслан, ну лучше не заказывайте, правда, ну не трепите нервы ни мне, ни себе, это так неприятно, когда действительно все выполнишь, во-первых, семена выращены, собраны, расфасованы, заказ по списку собран, отправлен, уведомление было, все было, для того, чтобы вы получили заказ. И в ответ вот это, верните мне деньги, мне уже не нужен этот заказ, я с удовольствием вам верну деньги, чтобы не слышать, не видеть больше вас и вообще. И вот с заказами, летние заказы, кто не получил, у меня сегодня один человек нашелся, который заказал еще 1 августа, мы, конечно, им не выслали, сейчас расскажу вам ситуацию. Заказал 1 августа, оплата есть, отправил заявку неизвестно куда, но он сам сказал, я, говорит, вероятно, с адресом ошибся и все. И написал мне вот только сейчас зимой, не было ни одного письма, и он все эти полгода, ну ни разу не напоминал о себе, только сегодня. Летние заказчики, если вы не получили свой заказ, теперь я уже всем разослала это точно, значит что-то не так, или не доставлено ваше сообщение, или что-то. Напишите, пожалуйста, сделайте милость, еще раз, извините за такую ситуацию, бывают всякие, бывает не доходят, бывают письма теряются и т.д. и т.п. Я хочу скорее с летниками со всеми разобраться, потому что у меня еще тут зимние, и все, и спокойно начинать посевы, потому что вот после таких вот комментариев, после таких ответов, руки не поднимаются сеять семена, и после этой женщины я к посевам не буду приступать 3 дня, потому что столько неприятных эмоций я испытала, когда вот это мне пришло. Просто действительно обидно. Делаешь, стараешься на совесть. Ой-ой-ой. Ладно. А потом получаешь вот это. Все, давайте прощаться. Ой, не хочу прощаться на фоне этой женщины. Сейчас я уберу ее. Сегодня утром испытала неприятные ощущения. Короче, так, все сначала. Кто летний не получил, напишите. Кто зимний, сейчас квитанции сегодня последнюю партию отправим, и останутся только те, которые опоздали, которые оплатили там не в декабре, не 1 декабря, а там 15-го или какого-то 18-го в хвосте. Их будем дособирать. Напишите, кто куда, или в Однокласснике, или на почту. Мне надо со всеми заказами разослать, чтобы не было вот такого, что... А если я вам написала, что я выслала, но заказ не пришел, это не значит, что я не выслала. Проверьте работу своей почты. Потому что почему-то женщина, которая не получила заказ, она не подумала, что почта плохо у нас работает. Она подумала, что плохая я. Не хочу таких о себе, как сказать, не впечатления, чтобы обо мне люди думали плохо, мне очень неприятно. Но Фатима пусть думает плохо, мне все равно. Я тоже о ней думаю плохо теперь. Все, обменялись негативными такими эмоциями. Все, до свидания. Ну ладно, расстраиваться долго не будем. Сейчас пойду посмотрю на своих растения, сброшу негативную свою всю вот эту вот осадочек и будем дальше. Все, до свидания.